Сахаровский университет Сахаровский университет Еще немногим более 20 лет назад Вопрос об экологическом образовании Стоял не так остро, как в нашей стране Так и во всем мире Однако чернобыльская катастрофа 1986 года Резко изменила жизнь и сознание У значительной части населения планеты Трагедия в Беларуси усугублялась тем Что последствия катастрофы могли оценить Только специалисты, обладающие знаниями Позволяющими работать на стыке различных наук Физики, химии, биологии и медицины Таких кадров в стране практически не было В мае 1991 года в рамках программы Международного сотрудничества ООН По решению чернобыльских проблем Республики Беларусь Был представлен проект Международный Сахаровский колледж По радиоэкологии Подготовленный доцентом кафедры Ядерной физики БГУ Александром Михайловичем Люцко Проект был поддержан Правительством Республики Беларусь И первым Конгрессом памяти Андрея Дмитриевича Сахарова И 20 января 1992 года При Белорусском государственном университете Был открыт Международный колледж По радиоэкологии имени Сахарова Ректором был назначен Александр Михайлович Люцко 21 октября 1994 года Колледж был преобразован В Международный институт По радиоэкологии имени Сахарова А в 1999 году прошел государственную аккредитацию И обрел статус университета Огромный вклад в становление и развитие университета Внес Александр Антонович Милютин Доктор биологических наук Профессор Академик Международной академии экологии И Балканской академии наук Действительный член Всемирной академии медицины Создавший научную школу в области экологической медицины И радиобиологии Александр Антонович был ректором ГЭУ С 1999 по 2002 год С 2003 года Международный государственный экологический университет Имени Сахарова Возглавляет доктор технических наук Профессор Лауреат Государственной премии Республики Беларусь В области науки и техники Семен Петрович Кундес С 2005 года Решением Совета глав правительств Содружества независимых государств МГЭУ имени Сахарова Имеет статус базовой организации по экологическому образованию Государств участников СНГ Международный государственный экологический университет Имени Сахарова В декабре 2010 года Был сертифицирован на соответствие системы менеджмента качества А в 2011 году Аккредитован Государственным комитетом по науке и технологиям И Национальной академией наук В качестве научной организации На протяжении 20 лет Экологический университет является ведущим учебным заведением Республики В сфере подготовки специалистов экологического профиля Сегодня в составе университета 5 факультетов Это факультеты мониторинга окружающей среды и экологической медицины Факультет заочного обучения Факультеты довузовской подготовки И повышения квалификации и переподготовки кадров Образовательная деятельность в МГЭУ имени Сахарова Осуществляется согласно государственным стандартам Высшего профессионального образования Почти 200 сотрудников Профессорско-преподавательского состава университета Проводят обучение студентов По 7 специальностям Каждая из которых напрямую связана С деятельностью в области экологии Факультет мониторинга окружающей среды Готовит специалистов Сфера деятельности которых направлена на решение задач охраны окружающей среды Проведение экологического мониторинга Использование и разработку экологических информационных систем Проведение экологического аудита предприятий На факультете студенты получают фундаментальную подготовку по физике, химии, биологии Также особое внимание уделяется математике, информационным технологиям и иностранным языкам Студенты факультета проходят производственную практику В Институтах Национальной Академии Наук Беларуси Учреждениях Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды И научных лабораториях университета В состав факультета мониторинга окружающей среды Входят 9 кафедр, в том числе кафедра ЮНЕСКО Выпускники факультета работают в организациях и на предприятиях Различных отраслей экономики Где решают множество задач в области радиоэкологии Экологического менеджмента и аудита Экологического мониторинга Энергосбережения Использования возобновляемых источников энергии Основная задача факультета экологической медицины Это подготовка специалистов в области биоэкологии Медицинской экологии И по медико-биологическому делу Студенты получают базовое гуманитарное, физико-математическое, химическое, медико-биологическое, экологическое образование А также психолого-педагогическую подготовку Изучаются информационные системы и технологии А также два иностранных языка Практическая подготовка студентов осуществляется как в лабораториях университета Так и на базе клиник, в институтах Национальной Академии Наук Беларуси Учреждениях здравоохранения и образования Выпускники факультета ведут аналитическую и экспертную деятельность Научно-исследовательских институтах и лабораториях предприятий микробиологического и фармацевтического профиля Минсельхозпрода и Минлесхоза Минприроды, Национальной Академии Наук Республики Беларусь Также университет активно участвует в реализации Государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики Студенты всех специальностей Экологического университета имени Сахарова Проводят учебные и полевые практики на учебно-научном комплексе Волма Расположенном на территории бывшего старинного имения Ваньковичей В Дзержинском районе Минской области Первое упоминание о котором датируется 1161 годом С 2001 года усадьба включена в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь И объявлена культурно-историческим памятником На территории учебно-научного комплекса Волма В содружестве с партнерами из Германии и Австрии Создан и совершенствуется Международный экологический парк Демонстрационная площадка возобновляемых источников энергии Это современный учебно-научный центр на территории Беларуси В области альтернативной энергетики Который служит полигоном для испытания существующих И апробации разрабатываемых установок Использующих энергию возобновляемых источников различной природы Завершено строительство учебно-гостиничного комплекса Который имеет автономную систему энергоснабжения За счет использования экологически чистых источников энергии Каждый студент Международного экологического университета имени Сахарова Уже с первого курса может включиться в научно-исследовательскую работу В 16 лабораториях при кафедрах ВУЗа Действующее в университете студенческое научное общество Организует и стимулирует вовлечение студентов в науку Многие студенты участвуют в проведении научных исследований на договорной основе Организацию и координацию научно-исследовательской деятельности в университете Осуществляет НИИ экологических проблем В состав которого входят 9 научно-исследовательских лабораторий Центр трансфера технологий возобновляемых источников энергии Координационный центр образования в интересах устойчивого развития Созданный при содействии Министерства образования Республики Беларусь Центр коллективного пользования исследовательским оборудованием и приборами Созданный совместно с Институтом радиологии имени Отту Хуга, Германия И Центр консалдинговых услуг Эко-Консалт На базе университета разработан и внедрен в производство ряд радиометрических приборов Предназначенных для измерения содержания радионуклидов в окружающей среде и продуктах питания Определение содержания радона и его дочерних продуктов в воздухе Модели и программные средства для прогнозирования миграции радионуклидов в почве Создан и прошел метрологическую аттестацию уникальный прибор Экспертный Бета-Гамма-Сич В университете сформировались несколько научных школ медико-биологической, физико-математической и технической направленности Возглавляющих и координирующих исследования в экологии и смешных областях Ежегодно проводится международная научная конференция «Сахаровские чтения. Экологические проблемы XXI века» Основной целью конференции является объединение ведущих ученых и практиков Преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и студентов разных стран В их стремлении оценить техногенное влияние на окружающую среду А также разработать меры по снижению негативного влияния человека на природу И окружающей среды на здоровье человека Развитие международных отношений является неотъемлемой частью деятельности Международного государственного экологического университета имени Сахарова Университет имеет более 30 договоров, соглашений и меморандумов о сотрудничестве с зарубежными партнерами в области образования, научных исследований и информационного обмена На базе университета проводятся международные конференции, семинары и круглые столы С 2007 года в рамках деятельности базовой организации «Государств участников СНГ по экологическому образованию» проводится международная студенческая олимпиада «Экологическая безопасность» С 1999 года университет сотрудничает с МАГАТЭ по вопросам подготовки кадров в области радиационной безопасности С 2001 года на курсах переподготовки прошли обучение свыше 140 человек из 19 стран СНГ и Восточной Европы В июне 2011 года в университете работала миссия МАГАТЭ по оценке системы подготовки кадров по радиационной безопасности в Республике Беларусь Которая высоко оценила возможности страны и качество подготовки кадров на базе Международного государственного экологического университета имени Сахарова Результатом работы миссии должно стать долгосрочное соглашение между Республикой Беларусь и МАГАТЭ по сотрудничеству в области подготовки кадров для системы обеспечения радиационной безопасности стран-членов МАГАТЭ Развивается деятельность университета и в области международных студенческих обменов Многие студенты, магистранты и молодые преподаватели проходят стажировку в учреждениях образования стран ближнего и дальнего зарубежья Студенческая жизнь в экологическом университете протекает стремительно и интересно Студент успевает не только посещать занятия, сдавать сессии и заниматься наукой, но и находит увлечение по своему вкусу и кругозору В течение учебного года регулярно работают 10 групп спортивного совершенствования по 8 видам спорта Только за последние 5 лет сборными командами университета завоевано 15 кубков по различным видам спорта А по волейболу, баскетболу и настольному теннису мы являемся чемпионами партизанского района города Минска В 2009 году университет занял третье место в Республиканской универсиаде А в 2010-м стал победителем республиканского конкурса на лучший туристический поход «Познай родину, воспитай себя» – поход на Эльбрус Студенты могут найти себя не только в науке, спорте и творчестве, но и в общественной жизни университета Уникальная общественная организация Гильдия студентов – это орган студенческого самоуправления Еще один мостик между Диадой и студент-администрацией Составляющая гильдия студентов БРСМ, Студсовет, Штаб трудовых дел, Профсоюз студентов, Белая Русь Создают оптимальные условия для реализации общественно полезных инициатив студентов университета 20 лет назад было положено начало экологическому образованию в нашей стране Наш университет прошел сложный путь от колледжа до ведущего экологического вуза республики За эти годы университет стал не только эталоном экологического образования в стране Но и создал собственные приоритеты во взаимоотношениях студентов и преподавателей Демократичность, доброжелательность и взаимоуважение – вот их основа В современном мире, когда наблюдается активное вмешательство человека в естественные природные процессы Работа преподавателей и сотрудников университета является востребованной и актуальной Нам не страшны трудности, которые могут возникнуть в процессе решения новых задач в области охраны окружающей среды Рационального природопользования Коллектив университета всю свою деятельность связывает с будущим нашей страны С развитием ее образовательного и научного потенциала Песня «Экологический университет» Песня «Экологический университет» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова